Библия говорит А точнее, он сказал, не совсем интересно Все ведь проповедовать не могут так, как, например, проповедники мира, лучшие У меня ощущение, будто ученика восьмого класса посадили в третий класс Я не знаю, как к этому относиться Стоит ли мне ходить вообще в церковь, если я ежедневно слушаю проповеди очень известных и популярных проповедников? Да, конечно, не просто стоит, а нужно, необходимо ходить в церковь И вот по каким причинам Смотрите, когда мы говорим о церкви Церковь — это не только место, где проповедуется слово Церковь — это место, где мы вместе поклоняемся Богу Церковь — это место, где мы служим друг другу, созидая друг друга Церковь — это место, где мы вспоминаем Евангелие Иисуса Христа вместе Через участие в вечере Господней И это очень важная часть, заповеданная самим Иисусом Христом Церковь — это организм, в котором мы должны жить Взаимодействии с другими братьями и сестрами То есть мы никаким образом никогда не можем отделяться от церкви И жить в изоляции Нам нужно всегда искать церковь Ну настолько, насколько это возможно В каких-то ситуациях люди живут в тех местностях, где нет церкви, может быть И поэтому там немножко другие Но всегда человек должен сделать все возможное, чтобы быть частью народа Божьего Теперь, когда мы говорим о том, что в той или другой церкви проповедники, ну так скажем, менее квалифицированные Они менее одаренные, они меньше проводят времени в подготовке Они больше проповедуют какие-то свои, может быть, идеи, которые трудно увидеть, как они почерпнули их из Священного Писания и так далее Когда мы говорим о таких ситуациях, и в частности, если посмотреть на большинство церквей в мире То в большинстве церквей люди, пасторы, проповедники, которые проповедуют Они не звезды, они люди среднего где-то уровня И вот в этой ситуации очень важно несколько вещей Самое первое, очень важно тебе конкретно, брат Вальдемар И всем остальным Молиться о ваших проповедниках, чтобы они проповедовали лучше Это очень важно Второе Ободрять их В том, что тогда, где у них хорошо получается Ни в коем случае не унижать и не сравнивать А вот я в Ютьюбе слушал, а вы в подметки не годитесь То есть этим ты не созидаешь, не помогаешь своей церкви Ты наоборот угошаешь дух Кроме того, если ты попадаешь в такую ситуацию Где вот эти проповедники, о которых ты молишься Ты ободряешь их Ты ищешь того, чтобы они стали лучше Но они же, это же процесс Они не становятся лучше сразу Вот То ты, когда слушаешь их И ты, ну так скажем Что-то звучит не очень убедительно Или что-то звучит не очень интересно Как он там написал Вот Ты в этом месте бери и фокусируйся на тех текстах писания Которые они читают Которые они исследуют Обязательно бери с собой Библию Открывай Библию Смотри, читай сам то, что они тебе прочитали То, о чем они говорят Думай о том, что ты услышал сейчас И какие-то вещи, которые они говорят Они правильно говорят Может быть, недостаточно глубоко Может быть, недостаточно ясно Но они говорят Вот это Бери и сам углубляйся в понимании этого То есть, будь активно вовлеченным В этот процесс слушания и взаимодействия И этим самым, как я сказал Ты не будешь терять время И ты будешь Эти проповеди будут для тебя источником Какого-то благословения Но ни в коем случае нельзя унижать Или возвышать себя Что ты такой гурман проповеди Что ты не можешь слушать этого Вот Или же, тем более, противопоставлять Своих проповедников Каким-то более способным Очень точно Спасибо, Алексей Алексеевич Драгоценное Спасибо вам, что были сегодня с нами Если вам понравилась передача Поделитесь с близкими и родными Отправьте там сообщения И социальные сети поставьте И, конечно же, поставьте лайк На сегодня все Храни вас Господь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому